в этом видео вам покажу снасть на ловлю хищника также сюда входит это судак щука окунь разной разновидностей хищника так назовем вот вам пример как у нас щука попалась да но в последующих виде я также буду рассказывать вам про разные снасти как ловлю потому что у нас начиная сезон что погнали сегодня я хочу вам рассказать про капканы то на них ловится как на них насаживать живца как они заряжаются и что это вообще за зверь такой и с чем его едят так это капкан для ловли щуки чистенько так назовем ей смотрите трех зубы видите два здесь один снизу да есть одна зубы 2 зубы так назовем вот у меня здесь пару штук я вам покажу трех зубы и дальше видео включена быструю съемку чтобы не тратить ваше время если вам было удобно и быстро посмотрите что поехали есть пружинка есть затвор как назовем вот эту часть капкана затвор но смотрите с капканами еще будьте очень-очень предельно аккуратно потому что уже на кажется слабенькая на самом деле очень сильно здесь где затвор есть смотрите есть такой язычок видите как это вот здесь такая штучка натягиваем а вот здесь есть перемычка мы вот так натягиваем заряжаем и цепляемся вот видите вот на этот крючочек вы сюда и все сейчас у нас заряжен как получить работает да вы все должны привязываться веревочка вот она веревка ну а сейчас разряжем привязыва веревку сейчас мы его сделаем заново почему-то себя красиво видео немножко почему-то волнуют понимать его тебя думать как я так раз куда просто на него все волнуйся и как то только конечно получается не очень как хотелось сейчас мы сделаем с вами один тапкан я вам заряжу покажу как он работает как одевается сюда рыбка и все такое против смотрите вот здесь есть дырочка видите вот это затвор так назовем есть дырочка отверстия отверстия хайтеры не дремлют они быстренько там в деле сюда веревку и завязываем здесь завязали мы веревку веревку например завязали где-то палки ли камышу там привязываем все так отрезаем палки камышу кружку там без разницы куда мы это привяжем смотрите как это работает заряжаем сюда и сюда одеваем его здесь должна быть снизу рыбка сейчас мы тоже сюда по это день смотрите и вот так он висит здесь на палочке например и воде здесь рыбка щука когда подплывает взять рыбку это работает вот так и все и щука на за нижнюю виду за голову за челюсть там какой здесь только мощно пружина очень острые концы просто щуки нету шансу оттуда вырваться как она какая-то густера нормальненькая посмотрите как надо правильно заряжать одевать туда живца живую рыбку маленькой поймали например вот видя кушок маленький или какая-нибудь еще там не будет мелко видеть как правильно одеваем чуть-чуть можно отодвинуть пальцем только смотрите обратно уже говорил очень острый пружина маленькая относительно берем жипца ручка да здесь видите как булавка у нас как будто булавка урока вот была пройдите одеваем ее сюда жопа одеваем вот одели можно ставить и но прекрасно у нас за спинку одели вон здесь и там выпекается через кожу просунули приодели перед плавником верхние все теперь заряжаем здесь есть ведь прорезь здесь перемычка натягиваем и защелкаем сюда прорезь вот так вот вот так видите и вот здесь отлично обрежем так и видите у нас затвор висит на веревке вот этот маленький кусочек затвор на дуём наверх висит и конечно когда щука дернет замка заживца я конструкция опустится а затвор у нас привязан веревку и конечно он когда-то двинется вверх это челюсть верхняя закроется резко закройте конечно она не дашь у тебя уже шанса вырваться смотрите вот как шука например да виситесь на ветра надергается там все нормально это вот так происходит у нас и все и вот она щука в кавкане здесь настолько мощные пружинка мощная и острые зубы случить не будет шансов вырваться так что вот такой вот у нас кавканчик мы конечно верно еще будем попробуем на него ловить а а здесь можно привязать на палку например все вверх на палку вот так вот там одна не пускай например вот да да чтоб не доходил где-то там сантиметров 10 например 20 по разному здесь по-разному щука потому что я например бывает 10 сантиметров вот ну глубину делу 5 10 метров на поверхности прошу была чука по поверку рыбе плавают поверку она берет поле снимать и так смотрите есть еще одна зубчатый я взяла такие такие я хочу проэкспериментировать и попробовать какой будет эффективнее мне показалось что вот такой трехзубчатый он будет намного мощнее и эффективнее ищу к отсюда точно не выйдет и вырвется давайте проведем эксперимент теперь маленьким здесь на строке вообще не хитро ведь и весь торчит такой язычок и здесь это забор и как мышеловка да и все вот на веревке у нас давайте вот щука подлывает у нас смотрите берет этого жутца и все смотрите как он захватил на щуку видите все шансов нету здесь не как пример очень сильно играм 3 аккуратно когда будет заряжать или магазине продаются в основе тоже делают самодельный делает ребята делают я не помню сколько стоит и самодельный потому что мне по моему делали ребята тоже сами самодельно виде как бы если такие такие что вот я вам рассказать на что про капкан какой бывает как на них ловить как заряжать конечно но смотрите обратно так же мы поем на рыбалку мы попробуем какой будет эффективнее трех зубец у нас так назовем или просто двух зубец ну вот такой обычный да посмотрим какой будет эффективный и у тебя ловится на них что-то или нет потому что я даже раз выезд на капканы будем ловить на кружки на насечников я езжу ловлю сначала таких мальков жемцов если щука их не седает поменьше и даже сам понятно так что у клетки о пошел полюбок вот смотри хорошая такая обалдеть конечно как ловить на кружки это будет следующее видео я вам покажу тоже будет нас рыбалка про капканы полон на капкан уже на водоеме я покажу как это все происходит потому что я на них часто сказать еще не ловил ловил но очень дал очень-очень давно это было как-то я не очень люблю на них ловить я больше вода кружки на джекса сюда чтобы он был живой на плавал меня что-то больше так привлекает капканы я особо фигасе хороший пошла поглот нормально конечно кому-то раз видит уже так и класс весь раз сервисом видео покажу как делать кружки как их оснащать какая веревка лучше какие кружки как текущий ставить правильно так или так все будет пробок все пропушки на ксичника кому будет интересно конечно заходите смотрите мне тоже будет интерес с вами по часу пишите в комментариях чтобы хотели тоже так же прорывал увидеть ведь у меня это же много всяких броники и тройники такие поводки там его все много я готовлю только балки я буду выезжать рыбалку ловить будем сейчас весна лето идет на так что у нас процесс пойдет ладно кому было интересно так и глаз и не пропустите следующий выпуск рыбалку про кружки и огромный щу поеда огромными щуками всем до свидания и как раз ручьёк уходит в следующих видео конечно вам рассказывать там будет про кружки про другие снасти как можно ловить чищенька вам желаю удачного отдыха здоровья успехов всем до свидания